Библейский портал экзегет.ру представляет 47-й Псалом, перевод российского библейского общества, читаю, для библейского портала Экзегет. Он продолжает 46-й, но чуть-чуть по-другому. 46-й у нас с вами провозглашает Бог-Царь на всей землёй. И, конечно, тогда, когда этот Псалом писался, мы не знаем точно, был ли это 10-й век или 6-й, условно говоря. Это точно так не было. В единого Бога, в Бога Авраама Исаака Иакова верили только израильтяне. И другие, ну, некоторые народы чего-то о нём слышали, не более того, скажем. Там сирийский полководец Наоман приходил для того, чтобы попросить исцеления. Но это такие единичные эпизоды. И вот 46-й очень оптимистичен. Ну, кстати, всё, что там сказано, всё сбылось во всех народах. Сегодня есть знание о Боге Авраама, как он там и назван. Вот. Ну, а 47-й всё-таки выделяет отдельно иудеев-израильтян. Но важно, что 47-й идёт после 46-го. Да, они отдельно, но только потому, что вот в этом замысле о весте для всего человечества они играют особую роль, а не потому, что они изначально какие-то вот совершенно другие, иноприродные. Хотя это свойственно любому народу. На многих языках название собственного народа означают настоящие люди. Ну, по-русски, например, мы называем немцами тех, кто якобы немой, кто не может говорить на нормальном, на нашем языке. Вот у нас тоже немножечко это есть. Вот. А здесь говорится о том, что да, мы особые, но только потому, что вот мы несём эту весть. Итак, песня «Псалом сынов Короха». Вот этот «Псалом» сразу две имеют жанровых дефиниции песни «Псалом», но они для нас мало что говорят, мы не знаем, как это исполнялось. Вот поэтому мы плохо отличаем там «Мизмор» от «Маскиль» название на древнееврейском языке или просто «Шир» песня, да. Поэтому вот мы, в общем-то, эти жанровые определения пропускаем, мы ничего о них сказать толком не можем. Ну а «Сыны Короха» в этой части «Псалтирии» практически все псалмы именно их, это группа священнослужителей, левитов, видимых хор, которые исполняли эти песнопения. «Господь велик, прославляют Его в городе нашего Бога. Там святая Его гора, краса вершин, радость всей земли. Гора Сион, цафонские склоны, город великого царя. Бог в крепостях Его, Бог надёжный оплот. Объединились цари, вместе пустились в путь, увидели, изумились, устрашились, бежали, трепет их охватил. Муки, будто при родах, будто восточный ветер крушит корабли торшишские». Ну, здесь надо прокомментировать, корабли торшишские – это корабли, которые плавали через Средиземное море, такие лайнеры того времени. «Всё, что слышали мы, мы видим, что это правда. В городе Господа воинств, в городе нашего Бога, Бог его основал навек». Музыка. «О Твоей доброте наши мысли, во храме Твоём Божия, Твоё имя и слава Божия достигают концов земли, и в руке Твоей правосудия. Да веселится гора Сион, и драдуется Дева Иудея о правосудии Твоём. Обступитесь Ион, обойдите Его, сосчитайте башни Его. В Вашем сердце да будут стены Его, в Вашей памяти крепости Его, чтобы рассказать поколениям будущим. «Этот Бог, он навек наш Бог, и во веки веков наш вождь». Вот, смотрите, здесь описывается Иерусалим, гора Сион, собственно, гора главная, на которой стоит храм, одновременно цафонские склоны. Странно. Цафон — это название севера, но вообще-то это название горы, которая далеко от Иерусалима, которая на территории уже, собственно, не Израиля, а Ливана, да, северной страны. И гора, ну, как в Древней Греции гора Олим была местом обитания богов, так у окрестных народов эта гора тоже считалась такой божественной горой. Поэтому цафонские склоны можно понять как северные склоны, либо как склоны вот божественные, да, где обитают какие-то высшие силы. Город великого царя. Естественно, имеется в виду неземной царь, а Господь, потому что дальше о нем и говорится. Бог в крепостях, его Бог надежный оплот. «Цари, которые вместе пустились в путь, очевидно, это цари окрестных народов. Пошли ли они с дружеским визитом? Ну, больше похоже, что они пошли с завоевательным каким-то походом, но напрямую не сказано. Неважно. Они пришли, и они изумились всему этому, их охватили трепет и муки. Вот путь к тому, что было в предшествующем 46-м псалме, где говорится о Господе как царе всей земли, которому покоряются все народы. Ну, и дальше уже вот об израильтянах, о том, кого называют псалмопеют словом «мы». О твоей доброте нашей мысли во храме твоем Божьем. Твое имя и слава Божьей достигают концов земли и в руке твоей правосудия. Вот, собственно, Иерусалим, Иудея – это та территория, на которой это царство состоялось. Да, вот весь мир – это область, которой еще только предстоит перейти под управление Богом, так условно говоря. А гора Сион – это его столица, это его центр, и оттуда эта весть, эта власть распространяется. То, что назовут царством Божиим в Евангелии, здесь понимается немножко так, более буквально, да, вот Бог, который сидит на горе Сиона на своем престоле, в своей столице, и который подчиняет себе постепенно всю землю. И одновременно о Сионе – обступите Сион, обойдите его, сосчитайте башни его, в вашем сердце будут стены его, в вашей памяти крепость его, чтобы рассказать поколениям будущим. Ну, как там детям рассказывают про башни Московского Кремля, какая как называется, сколько их такая вот викторина по москвоведению как-то московским школьникам преподает. И вот здесь то же самое, причем, смотрите, некоторые псалмы явно относятся ко времени плена. Там в начале 40-х мы такие встречали, потому что там говорится о разорении, о невозможности пойти в храм. И вот здесь, может быть, тоже это такая память об Иерусалиме, который был. Вот когда-то можно было сосчитать его башни, сейчас только остается рассказывать новым поколениям о том, какой он был. Но тем не менее, этот бог на век наш бог и во веки веков наш вождь. То есть, как бы оно ни обстояло дело с Иерусалимом, но вот эта власть Господа над всем миром и в особенности над нашим народом она постоянно. Но псалом такой очень ровный, спокойный, нейтральный, и все вроде бы хорошо. Но есть же одна очень важная проблема у каждого из нас. И об этой проблеме будет 48-й. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok